Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики межпарламентского сотрудничества у нас в эфире. Приветствую вас, Александр. Добрый день. Ну, давайте такой первый вопрос. Ваша миссия в украинском парламенте, коммуникация с другими парламентами, международная политика, как решения, принятые накануне в Швейцарии, помогут вам в вашей работе? Безусловно, помогут, потому что на сегодняшний день в результате проведения действительно глобального и очень репрезентативного саммита мира у нас есть четкая политико-правовая рамка, которая позволяет предпринимать дальнейшие шаги в рамках мирного процесса и искать, возможно, дипломатическое решение. Эта рамка очень четко определена. На сегодняшний день речь идет о всеобщем консенсусе, по крайней мере, вокруг трех элементов, трех пунктов формулы мира президента Зеленского. Речь идет о ядерной безопасности, о продовольственной безопасности, то есть о запрете использовать продовольствие в качестве средства введения войны, а также о обмене и возвращении военнопленных и украденных России детей. То есть мы уже сегодня имеем, по сути говоря, легитимную политико-правовую рамку, которую поддерживает большинство стран мира. И это уже, знаете, такой многосторонний документ, многосторонний план мира. Он не является односторонним и абсолютно абсурдным, который предлагает, например, Путин. Это уже, так сказать, очень солидный, фундаментальный документ, который получил всеобщую широкую поддержку в мире. Поэтому мы будем предпринимать дальнейшие шаги уже на основании этого фундаментального документа, этого финального коммунике-саммита. Известно, не все подписались под этим коммунике. Есть ряд стран, которые не поставили свои подписи. На мой взгляд, это не всегда означает то, что они против. Некоторые просто воздерживаются таким образом. Как нам выстроить работу с этими странами и с теми, кто еще не присутствовал на этом первом саммите? Абсолютно разделяю вашу точку зрения. Дело в том, что, например, Индия. Сам факт ее участия в глобальном саммите мира имеет большое значение. Потому что Индия — это наиболее многочисленное государство и один из лидеров глобального юга, как это иногда называют, эту группу стран. Хотя это очень такой термин, я его не очень люблю, потому что все-таки глобальный юг, он очень разнообразен. Но тем не менее. Так вот, то, что Индия приняла участие в обсуждении, это само по себе очень важно и значимо. И вы абсолютно правы в том плане, что я не могу назвать ни одного государства, безусловно, кроме государства-агрессора, которое бы открыто выступило и заявило, например, что оно против ядерной безопасности, оно против территориальной целостности государств, включая Украину, оно против суверенитета, уважения к суверенитету всех государств мира, включая Украину. Ни одного государства, я не знаю, которое бы выступило против этих основополагающих принципов международного правопорядка. Саммит, прошедший в Швейцарии, это всего лишь первый саммит. Второй саммит мира может состояться менее чем через полгода. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. По его словам, мероприятия могут провести до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь. Посмотрим отрывок из заявления министра иностранных дел Швейцарской конфедерации. Да, я думаю, вполне возможно, что такая конференция может быть организована до выборов в США. Это зависит от желания государства-организаторов Украины и крупных стран. Ваша оценка, Александр, действительно ли это возможно в таком обозримом будущем? Я думаю, что это очень важно сделать. И причем не случайно подчеркивается то, что необходимо провести второй раунд или второй саммит мира до президентских выборов. Потому что это укрепит и ту политико-правую рамку, о которой я сказал. Это расширит, и я уверен в том, что большее число государств будет участвовать во втором саммите. И, вероятно, по всей вероятности, удастся расширить и число пунктов формулы мира президента Зеленского, которые будут охвачены на последующих саммитах мира. То есть это действительно необходимо не откладывать, а провести второй саммит мира как можно скорее. Россия может быть приглашена для участия во втором саммите мира. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, без диалога с Российской Федерацией завершение войны проблематично. Однако для переговоров с Россией Украина должна находиться на самых сильных позициях. Вот что сказал Кулеба. Мы понимаем прекрасно, что наступит момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая. Мы не позволим говорить России на языке ультиматумов. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Как вы считаете, дойдет ли этот сигнал до российского руководства и эта рамка четкая, принятая большинством цивилизованных стран мира? Безусловно, есть те государства, которые поддерживают какой-то диалог с Россией. Ну, в частности, Швейцария, как один из главных организаторов саммита, может представить России коммунике, которое было подписано. Я вспомнил такую известную цитату президента Кеннеди, который сказал, «Мы никогда не будем страшиться переговоров, и мы никогда не будем вести переговоры из страха». То есть, если Россия начнет занимать более конструктивную позицию, то нельзя исключать того, что она в какой-то момент может быть приглашена для участия в мирном процессе. Если, конечно, она будет относиться к мирному процессу серьезно и добросовестно. Ну, и нельзя исключать того, что в самой России могут произойти какие-то изменения, внутренние изменения, которые вынудят ее к тому, чтобы занять более конструктивную позицию. В изменениях, Александр, немножко в сторону, давайте поконструируем. Я просто все эти дни, наш канал прекрасно освещал события, и там наши журналисты работали. Наблюдая за всем происходящим, и в частности за коммунике, я подумал, а ведь это сигнал не только Путину, это может быть сигнал тем силам в России, которые хотят закончить войну, которые, может быть, ждут того, что им скажет Запад, для того, чтобы более решительно приступить к изменениям в собственной стране. Если просто сказать, может быть, рядом кто-то с Путиным есть, кто очень бы хотел конца всему этому, разве это не для них в том числе сигнал? Да, совершенно верно. Я смотрю на эту ситуацию в том числе как юрист, и юрист-международник. Понятно, что статус Путина сегодня в международных отношениях, с точки зрения международного права, это статус военного преступника. Есть соответствующий ордер на его арест международного уголовного суда. Но даже с точки зрения уголовного права самой России, там же есть в уголовном кодексе соответствующая статья, предусматривающая уголовную ответственность за совершение преступления агрессии. То есть даже с точки российского права Путин является преступником, по сути уголовником. То есть если там есть хоть какие-то остались более-менее, скажем так, адекватные силы, они должны предпринять соответствующие действия для того, чтобы устранить от власти лицо, которое является военным преступником. И это сказывается, безусловно, на вопросе будущего самой России. Как вы считаете, может ли Путин и его союзники, это ось, о которой мы часто говорим, ось зла, они же очень любят пародировать, косплеить, взять и собрать какой-то свой саммит, назвать его можно тоже саммит мира, но они просто часто так делают. Или все-таки не дойдет до такого прям вот открытого политического обезьяничества? Я думаю, что не дойдет в силу того, что, по сути говоря, Путин оказался в полном одиночестве. Мы видим, что даже те государства, которые не решились по каким-то причинам принять участие в глобальном саммите мира, все-таки они опасаются, они видят, что Россия, Путин крайне токсичны. И проводить какие-либо, в кавычках, саммиты мира, это, в общем-то, чревато колоссальным ударом по имиджу этих государств, даже тех государств, которые, ну, на сегодняшний день выглядят очень непрезентабельно в международной политике. А как вы думаете, как поведет себя Китай в ближайшее время? Если перспектива следующего саммита примерно полгода, ну, опять же, это пока заявление, но, очевидно, если будет нужно, он соберется. Каковы ваши сценарии? Как, думаете, поведет себя Китайская Народная Республика? Китай должен занять четкую позицию. На чьей стороне? То есть поддерживает ли он устав ООН и международное право? Поддерживает ли он принцип территориальной целостности всех государств? И принцип суверенного равенства? Принцип неиспользования силы, угрозы силы в международных отношениях? Или же он против международного права, против устава ООН? То есть он должен доказать свою позицию своими действиями, своим участием в мирном процессе, который поддерживает большинство государств мира? Или же тогда будет очевидно, что он полностью находится на стороне государства-агрессора? Много звучало оценок того, что может сделать Китай. И вот Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. Так считает президент Финляндии Александр Ступ. По его словам, немаловажную роль в достижении мира может сыграть и глобальный юг. Он отметил, что участие в саммите многих представителей стран Латинской Америки, Африки, Азии, Ближнего Востока дает надежду на путь к миру на условиях Украины. Финский лидер отметил также и обратился к российскому диктатору Путину с призывом прекратить войну. Кстати, не только Александр Ступ, также и Марк Крюпте, будущий генеральный секретарь Североатлантического альянса, напрямую обратились к Путину во время этого саммита. Как вы думаете, эффективны ли эти обращения? Имеют ли они смысл? Я считаю, что эффективны и имеют значение, поскольку это не просто обращение отдельных государств. Выступая таким образом, государство выражает всеобщую волю. Волю большинства человечества и большинства государств. И причем не только демократических развитых государств, но и государств глобального юга. То есть это очень важно. Об этом необходимо говорить постоянно и постоянно напоминать кремлевскому диктатору и народу России, что мир находится на стороне международного права, на стороне мира и глобальной безопасности. И поэтому все заявления и провокации Путина, они не имеют никакого значения. Ну и в заключении хотел вас спросить. Я сегодня посмотрел прессу, как европейские издания, свободные, издания авторитетные оценивают произошедшее в Швейцарии. В основном это позитивные оценки, в основном приводят в Коммунике как действительно первый четкий рамочный документ. Издание Le Monde, французский ежедневник, леволиберального толка, известный своей критикой, критической позицией. Это единственное издание, которое написало редакционную колонку о том, что саммит не оправдал ожиданий, по их мнению. То есть это хорошо, что он произошел, но все-таки нет каких-то резких шагов, нет четкого механизма. Ну вот такое мнение у журналистов газеты Monde. Как ответить таким скептикам? Не пропагандистам и манипуляторам, с ними, на мой взгляд, даже нечего говорить, а вот таким европейским мнением, которые все-таки видят, что как-то медленно, как-то не совсем резво происходит этот процесс. Безусловно, в первую очередь Украине и всем государствам хотелось бы, государствам доброй воли, скажем так, хотелось бы скорейшего достижения мира. Никто так не заинтересован в этом, как Украина, народ Украины. Но мы реально относимся к вещам, мы видим, что агрессор в силу своей, так сказать, агрессивности, он еще, очевидно, не готов к тому, чтобы занять более конструктивную позицию. Но тот саммит, который произошел, это, безусловно, исторический, в чем-то даже беспрецедентный саммит мира. Он, безусловно, войдет в историю как первый важный шаг на пути восстановления мира в Европе и во всем мире. Поэтому очень важно, это первый шаг. Знаете, дорога начинается вот с такого первого шага. То, что произошло, это очень позитивно, будет иметь важные исторические последствия. И будем готовиться уже к следующему важному шагу, к следующему саммиту мира. И вместе с вами будем за ним наблюдать и анализировать. Спасибо, благодарю вас, Александр, за этот разговор. Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, межпарламентского сотрудничества, был со мной в этой части эфира. В телеграм-канале Freedom только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.